Иисус 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 Превозносим, превозносим, скажи всем сердцем. Расслабляю тебя, буду вновь и вновь прославлять тебя. Расслабляю тебя, буду вновь и вновь прославлять тебя. Расслабляю тебя, буду вновь и вновь. Иисус, ты любовь моя. Иисус, не оставлю я тебя. И с темноты ты забрал меня. Расслабляю тебя, Бог дал опору и теперь знаю я. Иисус, Иисус, ты любовь моя. И это навсегда. Иисус, не оставлю я тебя. Иисус, ты любовь моя. Потому что ты хочешь, чтобы твой народ знал тебя. Знал твой голос. Шел за тобой. И твои овцы знают твой голос. Чтобы идти за тобой, Господь. Мы хотим слышать тебя. Хотим видеть тебя в славе твоей. Боже, открывай небеса. Преклони, Господь, лицо твое. Услышь, Господь, нас. Мы взываем к тебе. Мы говорим, мы нуждаемся в тебе. Бог, простираем в тебе свои руки. Говорим, Господь, прикоснись к нам. Скажи еще, Иисус, ты любовь. Иисус, ты любовь моя. Иисус, не оставлю я тебя. Из темноты, ты забрал меня. Мой Бог, дала Богу. И теперь знаю я. Иисус, Иисус, ты любовь моя. Мой Бог, Иисус, не оставлю я тебя. Из темноты, ты забрал меня. Ты забрал меня. Дала Богу. Дала Богу. И теперь знаю я. В тебе нуждаюсь. В тебе я нуждаюсь. Я люблю тебя. Навеки будь со мной. Спаситель. Спаситель. Иисус. Иисус, мой лучший круг. Я люблю тебя. Каждый день нашей жизни Ищем лица твоего Халлилуйя Жаждем встречи Халлилуйя Ты так нужен нам, Иисус Бог Ты все для нас Бог, ты наша жизнь Ты все, чем мы дышим Всё, чем мы живём, всё, о чём мечтаем, Есть в Тебе, Господь, только в Тебе одном. К Тебе одному бежим. Боже, склоняйся перед Тобой, Поклоняйся Тебе одному. К Тебе, Аллилуйя, Иисус, Весь Бог, Тебе великий, К Тебе нуждаюсь я, К Тебе я нуждаюсь, Я люблю Тебя, навеки будь со мной. Спаситель, мой лучший друг, Расслаблять Тебя я буду вновь и вновь. К Тебе я нуждаюсь, К Тебе нуждаюсь, К Тебе нуждаюсь я, Я так нуждаюсь, Я люблю Тебя, навеки будь со мной. Спаситель, мой лучший друг, Расслаблять Тебя я буду вновь и вновь. К Тебе нуждаюсь, К Тебе я нуждаюсь, Я люблю Тебя, навеки будь со мной. Спаситель, мой лучший друг, Расслаблять Тебя я буду вновь и вновь. И нет больше Твоей любви. Господи, еще Твое слово говорит, Что ничто не может нас отлучить от Твоей любви. Ты наш лучший друг, Ты наш спаситель, О Иисус, Тебя славим, Мой лучший друг, Расслаблять Тебя я буду вновь и вновь. Тебе нуждаюсь, Тебе нуждаюсь, Я нуждаюсь, Я люблю Тебя, навеки будь со мной. Спаситель, мой лучший друг, Расслаблять Тебя я буду вновь и вновь. О, Тебе я, Я так нуждаюсь, Я люблю Тебя, навеки будь со мной. Спаситель, мой лучший друг, Ты мой друг, Расслаблять Тебя я буду вновь и вновь. Иисус, Иисус, Иисус. И сильное присутствие Божье. Помазание здесь, чтобы освобождать, исцелять. Иисус не изменился в своем сострадании, в своей любви к своему народу. Иисус продолжает приходить на место, где Ему поклоняются, где Ему доверяют, где ожидает от Него чудо. Он продолжает говорить, Твоя вера спасла Тебя. Он продолжает прикасаться к тем, кто требует исцеления. Он продолжает вести в свое царство каждого человека, кто на этой земле взывает к Нему, провозглашает Его имя. Он дает спасение, потому что всякому, кто призовет имя Господне, спасется. Бог дает спасение души, Бог дает спасение для Его жизни. Аллелуя! Дух Святой, я прошу Тебя, драгоценный, наполни сейчас каждое сердце ожиданием, чтобы принять Господь от Тебя Твои слова жизни, принять Господь послание веры во имя Иисуса Христа. Дух Святой, говори сегодня, в каждую жизнь дорожатся всякие дела дьявола, жизни Твоих детей во имя Иисуса Христа. Аллелуя! Аллелуя! Превосносим Тебя, величаем Тебя, поклоняемся Тебе, Салицыре! Аллелуя! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мы поем Тебе славу, Царю-Царе, Богу мою, Мы поем Тебе славу, Мы поем Тебе славу, Мы поем Тебе славу, Иисус Христос. Ибо Ты достойный, Ты достойный славу и честь, премудрость и величие богатства. Ты достойный, Ибо Ты полетел, Ты достойный, Ибо Тебе разорвал узы смерти и греха. Ты достойный, Иисус, чтобы Твоя церковь поклонялась Тебе. Ибо все ангелы небеса и херувимы, и архангелы поклоняются Тебе. Сылая, говорят, свят, свят, свят Господь Бог задержит. Ты был, если Слово грядешь. И духи невесты говорят, приди. И духи невесты говорят, приди. Как велика Твоя милость, как велика Твоя любовь, как велика Твоя сила. Никто и ничто не устоит пред могуществом Твоих, никто и ничто не сможет устоять, как тьма. Ибо Ты победил мир, Ты победил страх, Ты победил болезнь, Ты победил тьму, Аллилуйя. Ты вошел в самое небо, Ты вошел в самое небо, Аллилуйя. Аллилуйя, ты превознесен, Ты возвелищен, Ты прославлен, Господь Иисус. Аллилуйя, мы прославляем Тебя, мы прославляем именно Твое. Мы величаем Тебя, мы поклоняемся Тебе, мы ожидаем Тебя. Аллилуйя, мой Иисус, Аллилуйя, 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 сердце поет, Аллилуйя, и уста поют, Аллилуйя, моя жизнь наполнена. Аллилуйя, сердце поет, Аллилуйя, шестный путь, Аллилуйя, хлеб с небес, Аллилуйя, открытая дверь, Аллилуйя, моя свиста, Аллилуйя, я иду за тобой, Аллилуйя, я нуждаюсь Тебе, Аллилуйя, я сливаю к Тебе, Аллилуйя. Аллилуйя, 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 он достойен. Твоя жизнь приходит, в каждую душу, в каждое тело. Иисус Сын Давидов, помилуй меня. Скажите слова! Иисус Сын Давидов, помилуй меня! 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 Иисус Богом, помилуй меня! Нет ничего невозможного тому, кто верит. Помазание Божье здесь очень сильное, сильное, сильное. Аллилуйя! Сильное! Шабо! Главное, что ты как броноскорал! Глуба, шабо, кобан! Шабо, рукам, простая, на упорах! Шабо! Аллилуйя! Дух Святой, прикоснись. Я верю, сейчас время помолиться за исцеление. Если вы верите, что Иисус сегодня такой же, как и в те времена, когда Вартимей просил исцеления от слепоты, Он сейчас здесь. Он сейчас здесь. Он сейчас здесь, чтобы прикоснуться к тебе по твоей вере. И если у тебя есть, это стопроцентная уверенность, что Иисус Духом Святым сегодня прикоснется к тебе и исцелит тебя, выходи сюда вперед. Мы со святой будем молиться за тебя. Аллилуйя! Только если есть вера, я не хочу молиться и убеждать вас в том, что Иисус силен. Я знаю Иисуса, который силен. Я знаю Христа, который не изменился. Я знаю Бога, который вчера, сегодня в веке торже. Я знаю Бога, кто сказал и не изменяется. Его Слово истина. Его Слово истина. Аллилуйя! Поднимай свои руки. И говори снова эти слова, Иисус, Сын Давидов, помилуй меня. Говори это до тех пор, пока ты не поймешь, что ты говоришь с Иисусом. Говори это до тех пор, пока ты не поймешь, что Иисус услышал тебя. Аллилуйя! 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 В Артемии не останавливался. Люди говорили, остановись! Перестань кричать! Люди говорили, не надо тебе беспокоить учителя. Он слишком занят. Посмотри, сколько людей хотят исцеления. Сколько людей хотят помощи от Него. Посмотри, ты пытаешься отвлечь Его. Но человек по имени Вартемей, это был просто человек. Но не просто потому, что он нуждался в чудо исцеления. Он нуждался в силе Божьей. Он нуждался в откровении от всемогущего Отца. О том, что Бог силен исцелить болящего. Аллилуйя! Иисус, Сын Давидов, помилуй меня. 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 Иисус и Давидо присели меня Иисус и Давидо помилуй меня Помилуй Господь, я Богом пас! Помилуй Господь исцели мой Бог, сила твоя здесь чтобы исцелять, чтобы освобождать во имя Иисуса Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Но тому, кто верит Если будешь веровать, увидишь, слава Божьей Если будешь веровать, получишь то, во что ты веришь Иисус сказал, если не усомнишься в сердце своем, но поверишь, что будет То получай, спасибо Бог дает своим детям хлеб У Него нет недостатка в пище У Него нет недостатка в пекарях Аллалуя Он печет свежий хлеб своим детям каждый день И твой хлеб, это твоя нужда Это не просто еда на столе Знаете, можно быть насытым и недовольным Можно быть насыщенным физически, но при этом быть несчастным человеком Но когда Бог приходит и отвечает тебе на твою молитву Написано, исполнившееся ожидание, как дерево жизни А то, что не исполнено, томит сердце, томит душу Я знаю того, кто хочет и любит нас удивлять Благословлять, радовать Я знаю того, кто сегодня здесь, Духом Своим Святым Он пришел, чтобы не просто нас удивить какими-то чудесами Но чтобы удивить нас, как своих детей Сказать, я не забыл о тебе Я помню о тебе У кого-то мигрень сейчас уходит Мигрень, уйдите в воду во имя Иисуса Дух нечистый, убирайся прочь Здесь территория Царства Божьего Здесь нет места дьяволу, его армии, его болезням, его проклятиям во имя Иисуса Я провозглашаю божественное здоровье В жизни детей Божьих Исцеляющие помазами сегодня здесь течет Без границ, без границ, аллолуя Без границ, аллолуя Дух Святой здесь Чтобы ты был сегодня на территории Царства Божьего И отделен от сомнений, от страхов, от неверия От всех замыслов дьявола во имя Иисуса Христа Поэтому право за шар в твою жизнь Жизнь, жизнь Иисуса В твои органы, в твою душу, в твое тело Во имя Иисуса Христа Аллолуя Помазание Божье не дано для того, чтобы просто нам почувствовать какое-то движение на своей плоти На что бы разрушать дела дьявола Я вижу, что Бог пришел, чтобы разрушить дела дьявола на этой земле Сегодня столько людей страдают от того, что совершил сатана Так много людей сегодня жалуются на жизнь Аптеки забиты людьми Больницы забиты людьми Морги забиты людьми Сумасшедшие дома забиты людьми Тюрьмы заполнены людьми Я скажу, это не просто так Это работа сатаны в этом мире И мы должны с вами знать Церковь это те люди, которые пришли разрушать дела дьявола Аминь Мы имеем на это полномочия Мы имеем на это право Мы на это помазаны Аллолуя Мы не просто пришли, чтобы рассказать хорошую историю о прошлом Мы говорим Иисус сейчас, живой Бог Аминь Мы не с людьми сражаемся Павел говорил, что наша брань не с плоти и кровью Наша брань против духовных сил Которые сковывают людей Толкают их на преступления Ввергают их в болезни Подталкивая к суициду Дьявол пришел, чтобы разрушать жизнь людей А Бог пришел, чтобы разрушить дела дьявола И мы церковь живого Бога Которые верят в живого Бога Аллолуя Который не изменился Который продолжает и действует на этой жизни В этой земле Чтобы совершать то, что запланировал прежде веков Аллолуя И он начал это, когда послал своего сыра в этот мир Он дал ему плод человеческую Дал ему человеческое имя И сказал, единственный мой И расскажи о великих возможностях Которые я даю своему народу, своей церкви О великих делах, которые я собираюсь совершить на земле Аллолуя И он говорит, увидишь больше всего Увидишь больше всего Аллолуя Увидишь больше всего Аллолуя Аллолуя Дух Святой Наполни сердце верой Наполни сердце жизнем Твоей суть, Арислав Аллолуя Аллолуя Общай Адамамам Катерам Аллолуя Адамамам Катерам Адамамам Аллолуя Адамамам Увидишь больше всего пока ты на голову, сон на шею. Аллелуя! Вы знаете, не всем нравилось то, что делал Иисус. Не все были довольны тем, что Он занимался, чем Он занимался. Представьте, кто-то нагрел руки на похоронах Лазаря, а тут пришел Иисус и воскресил Его из мертвых. Обидно, обидно, понимаешь? И когда Иисус исцелил Вартемея, чей-то заработок ушел, потому что на нем кто-то зарабатывал. Не все были довольны Иисусу. Представьте, Он пришел в храм, начал опокидывать столы миновщиков денег, выгонять овец на улицу, голубей, а это же деньги. И Он говорит, не делайте из моего дома, дома моего отца вертеп разгонников. Он настолько был ревностен к тому, что церковь должна занимать свое место на этой земле, чтобы в церкви звучало слово, было поклонение живому Богу, совершали чудеса и знамения. Церковь должна оставаться в чистоте перед Богом. Церковь должна иметь доверие у людей. Потому что когда сегодня церковь, она дискредитировала себя через неправильные поступки, христианство сегодня в рейтинге упало, не потому что Бог изменился, а потому что люди стали корыстными, люди извратили Писание, люди начали смотреть на материальное больше, чем на духовное. И поэтому сегодня нам нужно, но мы как церковь Мануил, слава Богу, не так далеко ушли. Мы вообще никуда не ушли. Но вопрос в том, что нам всем нужно возревновать о великой славе Божьей. Бог продолжает действовать. Я говорю, Бог продолжает действовать. Дай Богу великую славу. Аллилуйя! 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 Иисус! 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 Аллалуя! Аллалуя! Иисус! 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 Мой Бог! Аллалуя! Аллалуя! Великолепный, святой и праведный Бог! Он сегодня посетил церковь Моноил Днепрозоженский. Вчера он посетил в Киеве церковь Благая Весть. Позавчера он посетил в Кировограде церковь Божьей Славы или что-то такое. Знаете, я просто понял, опять понял, что Бог не изменился. Он так ревнул это нас. Я хочу сказать, если кого-то я слишком сильно ударил по лбу, не переживайте. Я извиняюсь, просто помазание такое сильное, что мне хотелось его просто вбить в вас. Чтобы болеть вышло из вас во имя Иисуса. Я не хочу контролировать такие моменты, потому что Тух Святой, Он сегодня многих исцелил. Просто проклятие рухнуло во имя Иисуса. Малалуи. Примите это с верой. Бог начинает действовать могущественно по причине, что начинается последняя жатва. Я повторю об этом, я уже говорил. Начинается время, когда снова Бог запускает в действие свое слово. Жатвы много. Делатели нужны. Нужны делатели. Наралуи. И если мы соглашаемся с этим процессом жатвы. Знаете, я не хочу, чтобы церковь Манрил, когда превратилась в церковь, где учим каким-то психологическим моментом, какой-то там диете повседневной, спортивных каких-то тренировках. И чтобы люди не учили каким-то вещам, которые малополезны. Знаете, когда мы пойдем на небо, мы не вспомним, что мы ели. Мы не вспомним, сколько раз мы отжимались от пола. Алалуи. Но зато мы вспомним, сколько людей пришло к покаянию через наше служение. Мы вспомним по одной причине. На небе будет записано, на счету каждого человека, сколько он людей своей жизни привел ко спасению. Я не говорю, только взяв за руку, привел церковь. Я говорю о влиянии, я говорю о жизни для Христа, через которую Бог спасет тысячи и тысячи людей. У него еще есть список неспасенных душ людей в нашем городе. У Бога еще есть список, которые предуставлены к вечной жизни. Вы слышите или нет? Написано в Писании, Павел проповедовал, и все предуставлены к вечной жизни спаслись. Мне так это впечатляет. Все предуставлены к вечной жизни спаслись посредством проповеди Павла. Боже мой, это так сильно. И об этом написано в Библии. Я не придумал этого. И я хочу так жить, чтобы моей жизнью, через мою жизнь, Бог спасал всех предуставленных к вечной жизни. Аллалуи. Потому что только по причине бездействия церкви замедлился процесс пришествия Иисуса. Этой войны могло бы не быть, если бы церковь была более активна в проповеди Евангелия. Потому что мышление людей меняется через проповедь Евангелия. Когда поменяется мышление большинства людей в Украине, в России, тогда никому будет воевать. Все будут любить друг друга, как братья и сестры. И будут кричать, ей гряди Господи Иисусе. Аллалуи. Маран Афа, Господь наш грядет. Аллалуи. И его шаги слышны, друзья мои. Поэтому давайте будем той церковью, которая проповедует Евангелие. Жизнью, словами, поступками, как угодно. Мы, как Павел сказал, письмо, написанное Богом. Не чернилами на бумаге, а на сердцах. Чтобы читающий мог легко прочитать. Нас, украинцы, могут понять. Американцы не все, украинцы все. Мы для украинцев понятны. И поэтому наша жизнь во Христе будет понятна для украинцев. Аллалуи. Слава Господу.